Дай почитать. Напомню, что Феде в первой книге было шесть лет, он беседовал с бабушкой, рассуждал, задавал вопросы Богу, страдал, сомневался, был не по годам чутким и умным, но время неумолимо. В новой книге жили люди, как всегда, записки Феде Булкина, он уже взрослый. Зовут его Федор Михайлович. «Плохо что-то выглядите, Федор Михайлович», — говорит сегодня издатель. «Тяжелые пишите, устали, наверное. Может, вам отдохнуть?» «Отвечал», — отвечаю, бес Афанасьевич, — «но не до такой степени, как вам желаемо. Коли уйду, такое здесь вы без меня понапишете, что все прежнее покажется рай». Да, теперь Федя Булкин, писатель, который пишет печальные и неудобные рассказы о бренности жизни, о смерти, о покойниках, живущих рядом с живыми, о психически больных людях. По сути, вся книга «Жили люди, как всегда» — это сборник рассказов Федора Михайловича Булкина. Каждому небольшая записка, чаще всего о взаимоотношениях, которые развиваются между Булкиным и консьержкой в его доме. Она его упорно не узнает, а он все хочет ей подарить свою книгу, подчеркнуть, что в этой жизни он что-то дозначит. Но каждый раз она его не узнает, а он чувствует себя мелким, ничтожным, никчемным, незаметным. Собственно, как и все герои этого романа, маленькие люди, обычные, одинокие, неприметные, но каждый из них — это целый мир. Приходит смерть, и мир этот вместе с человеком исчезает. В самом названии подчеркивается эта бесконечная череда смены поколений, множества жизней и в итоге бесследного исчезновения «Жиль». Разумеется, ощутимо влияние Гоголя и Достоевского, и Салтыкова Щедрина, и Хармса, язык, стиль, интонация, особое настроение втягивает читателя в пространство книги, где нет ничего великого, праздничного, безудержно веселого, как, кстати, нет ни интернета, ни телевидения, но зато есть и рутина, магнит и пятерочка, нехитрый быт и еда. И вдруг ты осознаешь, что это и твоя жизнь, твои вечные вопросы, поиск смысла твоего личного существования. Грустно, потому что в каждом рассказе умирают люди. Это совсем не вдохновляет, с одной стороны, но с другой заставляет ценить каждый день нашей хрупкой человеческой жизни. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!